Слава Украине! Привет всем от Полонского! Ну, как говорится, к нашей любимой рубрике. Наша любимая рубрика, всем известно, потери российско-фашистских войск в Украине. Куда они приперлись, так сказать, без спроса и получили по соплям. И это самое малое, что они получили. Да. Так вот, за вчерашний день опять у них приблизительно такие же потери, как были в последние дни, может чуть меньше, но это... Что это меняет? Если брать, в общем и целом, все, не знаю, уже даже не дни последние, а недели, если не несколько месяцев, то можно сказать, что единственное, чем занимается так называемая русская армия, это просто утилизирует свой личный вот этот вот чмобика-состав. Чмобика-зычный состав. По всей видимости, они считают, что вот эти люди, зэки и чмобики, это просто, по всей видимости, я не знаю, как они думают, лишние какие-то там на России. И, соответственно, они решили, что выписали им билет в один конец. И, ну, иначе это просто невозможно объяснить, потому что они их просто гонят на убой, без всяких шансов выйти из боя живыми или хотя бы трехсотыми. Их никто не лечит, их никто не спасает. Они просто там ложатся слоями один на другого, один на другого. Я имею в виду Бахмут. И конца края этому не видно. Утилизация Путина, мужского населения России, успешно продолжается. И, как говорится, переходит от этапа к этапу. Да, то есть, надо еще интересно, вот у меня нет данных, а вот интересно бы посмотреть, из каких районов прежде всего утилизируется мужское население. Может, у Путина есть приоритеты? Я знаю, в принципе, что Тыва, там вот утилизировано очень много. То есть, у них как бы повыбивали и мужиков, и теперь там вот, не знаю, подготовили территорию под кого. Мне кажется, в Якутии похожая ситуация. То есть, они утилизируют жителей Якутии и вот, возможно, готовят под Китай. То есть, ну, понятное дело, что Сибири не готовят под Китай. И большая часть, я так понимаю, из Сибири. Хотя есть и с европейской части. Но для европейской части не столь существенно. А вот, когда выбивается местное население сибирских народов, которых там осталось с гульки нос, то тут, ей-богу, задумаешься. Наверное, все-таки готовят к передаче Китаю. И вот лишнее население Путину там просто-напросто ни к чему, как говорится. А так, пустая территория. Дядюшка Си зашел, прошелся с хозяйским взглядом, посмотрел налево, посмотрел направо. И это все мое. Ну, дай бог с ним. Это их, как говорится, дела ордынские. Такое дело. Мы за этим просто наблюдаем, за стороны, за этой утилизацией. Итак, за вчерашний день 480 рашистов отправилось на концерт к Обзону. Прямо вслед за русским военным кораблем. Всего 101 430 рашистов у Кондропуплина в Украине. Нормально, хорошо идем. Танки, они постараются беречь, потому что танков больше у них нет. Или в таком количестве, как им надо, нет. Да и вообще танки стоят денег, а жизнь шмобика не стоит сгоревшей спички. Или прошлогоднего там снега. Поэтому шмобиков они утилизируют, а танки берегут относительно, да. Один танк, чего всего за вчерашний день всего 3006 танков. Напомню, в начале фашистского нападения на Украину фашист-террорист Путин собрал 1250 танков. Дальше поехали. Бронированные машины. 8 штук за вчерашний день. Такой средний показатель нормальный. Продвигаемся сейчас к 6000 утилизированных бронемашин путинских. Всего 5994. Уже скоро, я же говорю, 6000. По танкам и бронемашинам могу сказать, что часть перешла на сторону добра, на сторону Украины. Потому что мы очень много отжали. Наши герои, бойцы отжали, красавчики. Ну а остальное что? Будет нашим металлургическим заводом работа. Это все переплавить. Сейчас надо тут под Киевом, знаете, сколько этого барахла стоит по лесам. Ой-ой-ой. Плавить не переплавить, да. Дальше. Артиллерийские системы. 4 штуки за вчерашний день. 1988 всего. Опять-таки к юбилею идем. 2000 артиллерийских систем. Кондропупица. Но видите, они гады из этих систем. Сейчас обстреливают Херсон. Вот сегодня попали сволочи опять по проспекту Ушакова в районе площади Свободы. Возле ЦУМа. Пятеро, как минимум пятеро убитых. То, что я знаю, около 20 раненых. Все гражданские, все до одного, понятное дело. А кто ж там ходит, там люди ждали открытия магазина. Вот так вот дождались, да. Рашистские бандиты, есть рашистские бандиты. То, что тут скажешь. Вот их артиллерия, на что она годится. Кошмарик гражданских. В Херсоне, в частности. До этого в Никополе, там в Марганце. Ну, это, что тут рассказывать, одно и то же. Да. РСЗВ. Типа грады, шмады, колбаса. Еще 4 штуки у Кондропуплина. Всего 418. И вчера еще, вчера еще было разбито 8 беспилотников. Я не слышал о сбитых беспилотниках типа шахет иранских. Вчера сбивались все эти, это рашистские беспилотники. Всего 1706. Шахета они берегут, видимо, для какой-то большой атаки. Думали, что сегодня будет. Ну, бог бы знать, может еще будет. Вот, такое дело. Может еще и будет сегодня атака. Кстати, мы им вчера задвинули беспилотниками очень хорошо в Крыму. Значит, всего 1706 беспилотников. И 5 единиц автомобильной техники. Соответственно, всего 4627 грузовичков у Путина крякнулось или навернулось. Как кому нравится. Таким образом, мы видим, что продолжается та же самая тенденция, которая была раньше. Бесплодные атаки на Бахмут. Бесплодные атаки на Маринку. Ну, Маринку они уже сколько? 8 лет атакуют. Да, 8 лет они ее берут. И каждый день в новостях рассказывают. Мы, говорят, взяли Маринку. В следующий день мы взяли Маринку. Через неделю мы взяли Маринку. И так 7256 раз подряд. Мы взяли Маринку. Мы взяли Маринку. И язык же не болит, чтобы не отворился вот это вот все рассказывать, как они представляют. Лучше, мне кажется, пластинку записать и вот это вот рассказывать им. Каждый день мы взяли Маринку. Они так будут сидеть и млетят этой новости. 7953 раз. Слава Украине.